Привет! Как дела? Сегодня поговорим о мероприятиях, которые проходят в Лондоне в августе месяце. К сожалению, таких мероприятий не так уж и много, поэтому топ-10 можно, наверное, превратить в топ-5, потому что до 10 я добрала, конечно, некоторые мероприятия, которые проходили в разные годы, но они не повторяются ежегодно. Поэтому сегодня я расскажу топ-10, но с небольшим таким отклонением, что не все эти мероприятия проходят каждый год. В этот раз не будет каких-то определенных дат, потому что мероприятия постоянно меняют свои даты, а иногда проходят вообще в другом месяце. Начнем с августовских мероприятий, которые проходят ежегодно. Итак, первое мероприятие это Prudential Ride. Это фестиваль велосипедистов, который стартанул в 2012 году в год Олимпиады в Лондоне. Просто огромное количество велосипедистов выезжает в этот уикенд, в основном это первый или второй уикенд августа, и едут через весь Лондон в графство Сурой или Сари, по-разному это произносится. Есть несколько маршрутов. Один для профессионалов это 100 миль, другой для спортсменов и таких тренированных велосипедистов это 48, кажется, миль. И для новичков и маленьких участников мероприятия это 19 миль. Маршрут пролегает по всему Лондону. Огромное количество велосипедистов привлекает свое внимание. Зрителей, рекламщиков и благотворительных компаний. И, естественно, это, как и марафон, проходит в рамках сбора благотворительных средств. Ну и также, как праздник велосипедистов. В Лондоне, как всем известно, люди обожают велосипеды и часто ездят даже на работу только на этом виде транспорта. Второе мероприятие, которое, в принципе, проходит ежегодно в августе, но иногда переносится на июль месяц, это African Fashion Show. Афроамериканские дизайнеры представляют свои коллекции на лондонском подиуме в различных выставочных центрах. Я давно не была на этом Fashion Show. Туда уже стало трудно попасть даже аккредитованному фотографу. Но что есть, вот вам показываю. Может быть, потом подробнее опишу и расскажу их коллекции и как это все интересно и весело проходит в Лондоне. В конце августа, в последний уикенд, это Bank Holiday. То есть, последний уикенд августа продлевается еще на один день. Чаще всего это понедельник. И район Notting Hill в Лондоне не спит. Вот целых два дня в Лондоне проходит знаменитый на весь мир карнавал. Notting Hill карнавал. Опять же-таки, афроамериканские культуры танцуют на этом празднике, проходя праздничным шествием и самбу, и сальсу, и различные африканские танцы. Все это проходит очень весело. Об этом я буду рассказывать чуть-чуть попозже. Огромное количество народу приезжает в Лондон посмотреть и посетить этот фестиваль. Также в конце августа, 31 числа, британский народ поминает принцессу Диану, погибшую в 1997 году. Люди несут цветы, открытки, плакаты, шарики, все, что угодно, все, что напоминает о принцессе Диане. Подписывают ей открытки, приносят каких-то плюшевых мишек и просто, особенно фанаты королевской семьи, проводят целый день у золотых ворот Кенсингтонского дворца, дворца, где жила принцесса Диана. День памяти королевы британских сердец проходит примерно так же, как проходит ее день рождения 1 июля. В этот же день принц Гарри и принц Вильям преподносят какой-то тоже подарок своей матери. Чаще всего это воздушный шар с написанными на нем какими-то пожеланиями или просто любим, помним, ценим и что-то такое. Не знаю, как в нынешней ситуации, когда принц Гарри уехал и вышел из королевской семьи, и все это будет проходить, там вроде бы какие-то терки между двумя принцами. Но, может быть, когда-нибудь мы снова увидим их вместе у ворот Кенсингтонского дворца, хотя бы в день рождения или в день поминовения принцессы Дианы. О том, как я снимала этих двух принцев, преподнатящих цветы к воротам Кенсингтонского дворца, я буду рассказывать чуть-чуть попозже. Это было 20-летие со дня смерти принцессы Дианы, 2017 год, значит. И там еще рядом с дворцом находится сад, который как раз вот в 2017 году в память принцессы Дианы был, так скажем, дизайнерски сконструирован в белом цвете. И принц Вильям, принц Гарри и Кейт Миттлтон посещали его и поминали принцессу Диану. Ну, а следующие мероприятия – это уже те, которые не каждый год проходят. Может быть, проходили только раз в августе, может быть, вообще только раз в жизни проходили. Но что нашла, то рассказываю и показываю. Может быть, что-то новенькое появится и в этом году. Фестиваль под названием Talkships, то есть высокие корабли, проходит обычно в Гринвиче иногда в мае, иногда в июле, иногда в августе, иногда в сентябре. Не могу сказать, когда точно, постоянно, все время разные даты, иногда вообще не проходит. Но расскажу я о нем в августе, потому что в августе однажды он проходил в Гринвиче. Туда приплывают различные фрегаты из разных стран и стоят на рейде. На них можно покататься, рядом с ними сфотографироваться, а также по вечерам там проходит фейерверк. Очень такое достаточно интересное мероприятие. Если вы любите корабли, если вам интересно походить по палубе, иногда они пускают. У меня брат был на нашем российском, не помню, как он называется, но на российском корабле, общался с матросами и вот так вот они ему даже целую экскурсию провели. Я была на одном колумбийском корабле, там тоже была экскурсия. И потом этот же корабль проходил через Таврский мост и там распевали колумбийские гимны. В общем, было очень интересно. Я люблю большие корабли, я люблю фрегаты и наблюдать, как моряки распаковывают эти паруса. В общем, кому интересно, приходите, когда будет проходить это мероприятие, постоянно надо отслеживать. Набирайте Tall Ships in London и смотрите, когда оно будет проходить. Другое мероприятие под названием Palpagent, не знаю, как произносится. В общем, собачий парад проходил в Лондоне, по-моему, в 2013 или 2014 году на Spitalfield Market. Очень было интересно. Собак наряжали в различные наряды, там Шерлока Холмса, каких-то героев, фильмов, мультфильмов. В общем, очень были красивые костюмы. К сожалению, у меня остались только фотографии. Не помню, снимала ли я в тот год видео или нет, но очень красивое такое шоу. Немножечко неорганизованное, но, как и все британские мероприятия, нету такой четкости. Но, в принципе, прийти, посмотреть, как общаются хозяева со своими собаками, как они их наряжают, как они их трясируют, было очень интересно. Мы ходили с подругой, и я делала репортаж. Еще одно мероприятие с этой же подругой мы посетили на Kings Cross Square. Точнее, площадь, не помню, как называлась, но в районе железнодорожной станции Kings Cross. Там проходило мероприятие под названием, ну, так скажем, Баудика. Баудика — это предводительница зависящего от Рима бритского племени и ценов, которая сражалась за свои британские земли с римскими войсками. О ней я узнала как раз только на этом мероприятии. А потом уже стала искать информацию, кто же это такая, и узнавать историю Британии, а также узнавать памятники, один из которых установлен прямо напротив Биг Бена. Она едет на колеснице, держа в руках какой-то посох, и стремится куда-то вдаль, то есть отвоевывать свои земли. Было очень интересно, вот мне такие мероприятия очень нравятся, когда тебе преподносят на блюдечке, показывают всё, как оно было, а потом ты уже сам начинаешь искать информацию, потому что тебя это заинтересовывает, это так красочно, это так ярко, и ты начинаешь узнавать историю страны, и ты начинаешь узнавать какие-то архитектурные сооружения или скульптурные памятники. Очень интересно познавать вот так вот страну изнутри благодаря таким мероприятиям. В 2015 году в Лондоне проходил корейский праздник, то есть фестиваль корейской культуры. На подиуме корейские девушки разгуливали в корейских национальных нарядах, показывали фэйшн-шоу, играла музыка корейская, показывали какие-то инструменты, танцы, в общем, такой народный день, день, посвященный народу Кореи. В Лондоне достаточно много проходит различных национальных праздников, я уже рассказывала и про День Канады, и про Ирландский день, и про Английский день, и ещё очень много различных, и австралийский я посещала, и голландский, и японский, и турецкий, в общем, очень много различных праздников проходит, и ты так вот в Лондоне можешь узнать культуру практически каждого народа с любой точки мира. Поэтому я люблю посещать такие праздники и набираюсь оттуда новой, интересной, полезной информации, пробую их кухню, узнаю об их культуре и традициях. Если кому-то интересно, приходите вот на такие праздники, очень рекомендуем. Ну и ещё расскажу о двух мероприятиях, которые проходят за пределами Лондона в августе месяце. Это ежегодные мероприятия, одно из которых Ристель Балон Фестиваль, то есть фестиваль воздушных шаров. Мы с подругой ездили как-то года три назад, и мало того, что посмотрели сам город Бристель, который мне очень понравился, такой какой-то современный, интересный и спокойный город. Ну и помимо этого, там на такой огромной территории лесного парка какого-то проходит воздушный фестиваль, там прямо с утра накачивают эти воздушные шары, и только часов в 4-5 они начинают все подниматься в небо и улетать куда-то вдаль. Самое интересное в этих воздушных шарах – это форма. Иногда они выглядят в виде свиньи, иногда в виде королевского гвардейца, иногда в виде самой королевы. Очень много различных форм, там миньон или какая-то там кока-кола, очень много интересного таких вот фигурок. И ты пытаешься поймать этой камерой, сам на фоне сфотографироваться. Было здорово. Хотя бы один раз считаю, нужно посетить такой вот интересный фестиваль. Он бесплатный, единственное, что туда надо доехать, доехать из Лондона до Бристоля, там фунтов 10-15, и плюс туда-обратно автобус. 20 фунтов за все мероприятие, за один прекрасный, интересный день. А второе мероприятие, которое я стараюсь посещать каждый год, проходит в прибрежном городе Бормуте. Это Бормут-э-фестиваль, то есть авиашоу, где принимают участие различные военные, самолеты, вертолеты. Ну а также какие-то аэропланы и даже самолеты военного времени. Там проходят дисплеи, то есть показы каждого самолета, как они летают, какие они могут выполнять трюки. Об этом фестивале я тоже расскажу. С тех пор, как я открыла для себя этот фестиваль, я влюбилась прямо в самолеты. И очень люблю смотреть особенно истребители и акробатические номера. Есть у них такой, ну точно в Британии всем известный, аэробатикс-клуб называется. Red Arves, которые всегда на всех мероприятиях летают над Лондоном. Выпускают вот этот вот триколор, который был и на Олимпиаде, и на День рождения королевы. И там Трамп, когда приезжал, в общем, везде на все мероприятия, значит мы в Британии, они летают над городом и распространяют веселые три цвета. Белый, синий, красный, как в принципе и у нас цвета британского и российского флагов. Об этом фестивале я тоже буду очень скоро рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить все интересные и значимые события Лондона. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok